Экзегет По крайней мере, сам так о себе говорит, так себя позиционирует, как верующий, но не видит нужды в молитве. И таких людей немало. Вот человек говорит, я не вижу нужды в молитве. Зачем молиться? Ну, мне достаточно того, что я просто верующий. Да, я Бога не отрицаю. Да, я верю, что Бог есть, но как бы молиться к Нему, ну, не вижу нужды какой-то, внутренней потребности. Но убежден, что он верующий. По крайней мере, откровенно говорит, я не атеист, я не безбожий. Я верующий, ну, мне как-то, мне комфортно и так. Молиться не вижу необходимости, внутренней нужды. Давайте попытаемся посмотреть на эту ситуацию, вообще на это состояние, и задаться вопросом, а может ли вообще быть вера в Бога без молитвы? Зачитаю вам очень удивительное письмо, очень назидательное и очень актуальное, как раз касающееся вот этой ситуации. Из миссионерских писем святителя Николая Сепского Велимировича. «Человеку, который верит в Бога, но не молится Ему». Святитель Николай пишет этому человеку. «Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем почувствуешь и потребность в молитве. Пока слаба твоя вера и не заставляет тебя молиться. Смотрели мы, как слабая струя воды падала на колесо водяной мельницы, и оставалось колесо неподвижным. Когда же прибыла вода, колесо двинулось. Вера есть сила духовная. Малая вера не подвигнет ум к размышлению о Боге. И сердце на молитву к Нему». Вот, собственно, дорогие мои друзья, ключ к пониманию. «Пока малая вера, она твой ум не подвигает к изучению, к познанию Бога, чтению Священного Писания, поиску каких-то ответов на духовный вопрос. И пока малая слабая вера, она сердце не понуждает на молитву. Крепкая вера движет и ум, и сердце, и всю душу человека. Пока живет в душе крепкая вера, она силой своей устремляет душу к Богу. Ты говоришь, что, прочитав слова Спасителя из Евангелия, «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Это известно место из Евангелия от Матвея, 6 глава, 8 стих. «Ты сделал вывод, что молитва не нужна». Конечно, знает Господь, что нам нужно. Но Он хочет, чтобы мы и молились Ему. Поэтому и заповедовал Спаситель, непрестанно молитесь. 1 Ферсалоникийца, 5 глава, 17 стих. «И Господь научил нас молиться». Святым апостолам, когда они сказали «Господи, научи нас молиться», «Господь произнес молитву «Отче наш», как эталон, как образец всех молитв». «Это легче объяснить родителям, чем тебе холостяку», пишет святитель Николай адресату своего письма. «Ведь и родители знают, что нужно детям, но ждут, чтобы ребенок попросил их. Знают родители, что прошение умягчает и облагораживает детское сердце, делает его смиренным, кротким, послушным, милостивым и благодарным». Прошение, когда ребенок просит, обращается, умягчает его душа. «Видишь, сколько небесных искр высекает молитва из человеческого сердца. Прочитал я, как один странник остановился перед домом у дороги. Было там собрание рабочих. Вдруг наступила в доме тишина. Рабочие преклонение колена на молитву. Один из них вышел и стал ходить вокруг дома. Странник, который оказался возле этого дома, спросил его, что происходит в доме. Рабочий ответил, молятся Богу. Мне стало стыдно, и я вышел». Странник замолчал в ожидании. Рабочий спрашивает, кого ты ждешь? «Жду, когда кто-нибудь выйдет, и я спрошу его о дороге», отвечает странник. «Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу». Покачал головой странник и отвечает, «Как может показать правильный путь тот, кто не молится Богу и стыдится своих братьев?» Удивительный пример, не правда ли, дорогие друзья? Как может показать тебе правильную дорогу во всех смыслах этого слова, начиная от нашего простого бытового уровня, кто тебе правильно покажет дорогу, как тебе ее покажет человек, который Бога не любит, Богу не молится, и стыдится людей, которые сами молятся Богу? Как он тебе покажет правильную дорогу? Чем он тебе по-настоящему поможет? К слову говоря, дорогие друзья, эта тема очень обширная, требующая, может быть, отдельного разговора. Сколько есть людей, которые пытаются помочь церкви, но в церковь не ходят, молиться не хотят, посты не соблюдают, не исповедуются, не причащаются. А вроде их предлагают свою помощь церкви. Но как по-настоящему ты можешь помочь церкви? Подчеркну, во всех смыслах этого слова, как ты церкви поможешь? Или отдельному храму, сельскому или городскому? Или в церкви в целом, как думают такие люди? Если ты сам к церкви не имеешь отношения, если ты не молишься, не исполняешь заповеди Божии, не читаешь Священное Писание, не соблюдаешь постов, не хочешь жить по Божии, не хочешь к церкви приобщиться, то как ты церкви поможешь? Хочешь помочь церкви? Стань сам церковным человеком. Начни жить по заповедям. Этим ты поможешь церкви, как очень лаконично и очень мудро. Преподобный Паисий Святогорец, один из великих святых XX века, говорил, если ты хочешь исправить церковь, хочешь исправить церковь, или ей помочь, исправь самого себя. И исправляя себя, ты этим поможешь в Святой Церкви. И ты как бы одной клеточке этого общего организма, ты поможешь, исправив одну клеточку, исцелив, и помогая ей, помогая самому себе, помогая себе исправиться, ты этим поможешь и исправишь церковь. И как вот заканчивает свое письмо Святитель Николай. «Думаю, что и ты молитвой не стыдишься, но вера твоя еще не окрепла. Береги, укрепляй в себе этого младенца, то есть свою веру. Когда он вырастет и возмужает, стократно воздаст тебе за твой труд. Мужественная вера повернет внутреннее колесо твоего естества, и ты обретешь жизнь новую. Мир тебе и благословение Божие». Вот такое удивительное письмо Святителя Николая Сербского. «Храни вас Господь, дорогие друзья!» Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Храни вас Господь, дорогие друзья!»